Тема сегодняшнего урока «Второстепенные члены предложения». Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого, называются второстепенными. Они дополняют, уточняют, поясняют, раскрывают как главные, так и второстепенные члены предложения и помогают полно и точно передать наши мысли. Второстепенные члены предложения – это определение, дополнение и обстоятельства. Начнем с определений. Определение обозначает признак предмета, отвечает на вопросы «какой?», «чей?» и выражается обычно именами прилагательными или некоторыми местоимениями. При синтаксическом разборе определения подчеркиваются волнистой линией. Давайте посмотрим на примеры. Пошел редкий дождь. Дождь – наше существительное, от которого мы будем задавать вопрос. Дождь какой? Редкий. Это и есть определение, выраженное именем прилагательным. Учителя гордятся твоими достижениями. Достижениями чьими? Твоими. Это определение, выраженное местоимением. Давайте найдем и подчеркнем определение в предложениях. Ребенок любил играть с большим мячом. Мячом каким? Большим. Это определение, выраженное прилагательным. Он не понимал, почему бабушка говорила строгим тоном. Тоном каким? Строгим. Это определение, выраженное именем прилагательным. Прекрасная погода ожидалась сегодня в городе. Погода какая? Прекрасная. Определение, выраженное прилагательным. Где мой блокнот? Блокнот чей? Мой. Это определение, выраженное местоимением. Спокойная девочка открыла тяжелую книгу в кожаном переплёте. Посмотрите внимательно на это предложение. Девочка какая? Спокойная. Книгу какую? Тяжелую. В переплёте каком? Кожаном. В этом предложении три определения. И все они выражены именами прилагательными. Следующий второстепенный член предложения – это дополнение. Дополнение обозначает предмет, отвечает на вопросы косвенных падежей и выражается обычно именами существительными или местоимениями. Чаще всего относится к глаголу сказуемому. В предложении при синтаксическом разборе подчеркивается пунктирной линией. Давайте посмотрим на пример. Лунный свет заливал поляну. Заливал кого что? Поляну. Это дополнение выражено существительным. Родители любовались нами. Любовались кем? Нами. Это дополнение выражено местоимением. Сейчас мы попробуем найти дополнение в предложениях. Мы часто ловили карасей. Ловили кого что? Карасей. Вот оно, дополнение, выраженное именем существительным. Тучи солнце на небе закрыли. Будьте внимательны. Кто что? Тучи. Закрыли кого что? Солнце. Дополнение здесь солнце, выраженное именем существительным. Нам всегда удается задуманное. Удается кому? Нам. Вот дополнение. Выраженное местоимением. Пахло дождем и полевыми цветами. Пахло чем? Дождем. Чем? Цветами. Два дополнения. Оба выражены именами существительными. Посмотрите на последнее предложение. Шалаш мы решили обследовать в воскресенье с братом. Решили обследовать кого что? Шалаш. И решили обследовать с кем? С братом. Два дополнения. Оба выражены существительными. И третий второстепенный член предложения. Обстоятельство. Обстоятельство обозначает признак действия по его причине, цели, времени и отвечает на различные вопросы. Где, куда, откуда – это вопросы, обстоятельства, места. Когда – обстоятельства, времени. Почему, отчего – обстоятельства причины. Зачем – обстоятельства цели. Как, каким образом – обстоятельства образа действия. Обстоятельства, выраженные обычно наречиями или именами существительными, относятся к глаголу сказуемому. А в предложении при синтаксическом разборе подчеркиваются штрих, пунктир, пунктир с точками. Посмотрите, например, огромная рыба постоянно выскакивала из воды. Выскакивала откуда? Из воды – это обстоятельства места. Выскакивала как? Постоянно. Это обстоятельства образа действия. Давайте сейчас найдем все обстоятельства в предложениях и определим их разряды. Лучи майского солнца заглядывают в окно. Заглядывают куда? В окно – обстоятельства, место. У магазина его никто не ждал. Не ждал где? У магазина – это обстоятельства, место. Учитель посмотрел на меня с любопытством и широко улыбнулся. Посмотрел как? С любопытством – обстоятельства, образа действия. Улыбнулся как? Широко – еще одно обстоятельство и тоже образа действия. Из-за опоздания меня отругали. Отругали почему? Из-за опоздания – обстоятельства, причины. Мы скоро обязательно поедем на экскурсию. Будьте внимательны. Поедем когда? Скоро – это обстоятельства, времени. Поедем куда? На экскурсию – это обстоятельства, место. Сегодня на уроке мы искали второстепенные члены предложения. Теперь определения, дополнения и обстоятельства не должны будут ускользнуть от нашего внимания.